Я хочу поблагодарить выступающих очень интересной презентации, но хотел задать доктора Коллера. Вы говорили о том, какую дополнительную терапию получали ваши пациенты. Есть, конечно, определенный такой фактор риска, и радиационная терапия иногда может решить это. В нашей больнице в Валенсии мы решили, что мы проводим такие сравнения. Мы на самом деле и радиационную терапию проводим иногда и считаем, что это критерии очень важны. И затем сравниваем с критериями Корея. Группа Корея, как вы знаете, предложила свои подходы для решения проблемы с факторами риска. В вашей работе вы говорите о том, что на самом деле здесь тоже могут быть хорошие результаты. Не действительно радиация, лучевая терапия помогает или нет? Нет, это вопрос очень интересный, но я не хочу открывать этот ящик Пандоры, потому что на самом деле здесь у нас, конечно, очень много дискуссий ведется по данному вопросу. Исследования сейчас, к сожалению, уже устаревшие. У нас нет новых данных, и мы приняли решение нашего совета по опухолям. И на самом деле это и лежит в основе этих данных, о которых я говорю. Я надеюсь, что у нас появятся новые параметры в будущем, которые позволят нам преодолеть эти неясности для того, чтобы понять, критерии эти учитывать или нет. Действительно, это данные очень старые, но у нас, к сожалению, нет сейчас других рандомизированных исследований, которые давали бы нам иные результаты. Дискуссия эта была очень острой в Праге, я помню. Мы говорили о том, сохранить критерии или не сохранять эти критерии. И надо сказать, что многие из нас считают, что надо. Но на самом деле ответа пока нет. И на ваш вопрос я тоже ответить не могу. Педро, я думаю, что, как вы сказали, вы для нас, для всех открыли глаза. Поэтому возникает проблема. А что бы вы рекомендовали аудитории? Людям, которые работают с роботами, которые хотели бы начать работу с роботами, что нам делать? Вот ваш опыт, о чем говорит? Ковы ваши рекомендации? Хочу вам так сказать, что в нашем институте мы сделали. В октябре, примерно, да, в 2017 году, когда мы получили результаты нашего исследования, мы, как отделение, решили, что мы, у нас 23 онколога, гинеколога, на основе этих данных, мы прекратили лапероскопические операции по цервикальному раку. Мы решили, что очень важно изучать ту информацию, которая у нас есть. Когда мы оцениваем клиническую практику, когда мы смотрим на различные уровни доказательности, когда мы смотрим на результаты рандомизированных исследований, мы тогда по-другому видим все эти данные, на самом деле, когда мы все сравниваем. И проспективные исследования должны быть основаны на доказательной медицине. И если есть такое исследование, которое хорошо сбалансировано по обеим группам, если он соответствует стандартной практике адъювантной терапии, тогда нам нужно задать вопрос, а что мы делаем правильно это или нет, следует ли нам продолжать эту работу или нет. Мне кажется, что когда у нас только одно исследование, которое дает определенные результаты, а все другие исследования дают другие результаты, тогда ситуация иная. А здесь у нас исследования, которые опубликованы в очень высокого уровня медицинском журнале, мирового уровня. Все статьи, которые туда поступают, они очень тщательно анализируются, они подвергаются рецензии со всех сторон. И вот так что это проспективные рандомизированные данные. Но есть другие исследования, которые как-то стоят в стороне, и на самом деле они подкрепляют результаты. И когда мы изучаем эти данные, когда мы их оцениваем, продолжаем считать, что минимальный инвазивный подход правильный по разным причинам. Может быть, это моя личная точка зрения или в моей больнице, например, это практикуют. Если мы отказываемся воспринять все эти данные, данные, которые являются результатом исследований, тогда зачем нам вообще читать статьи, ходить на конференции, слушать доклады? Почему бы нам не делать тогда то, что нам нравится? Но ведь мы изучаем данные, мы их анализируем, ситуация совсем иная. Если исследования показывают, что минимальная инвазивная хирургия лучше, чем другие все приемы, мы бы тогда просто продолжали работать в этом направлении. Но у нас есть другие данные. У нас, например, есть у нас вопросы, связанные с раком яичников, например, и с проблемой лимфоузлов. Такие же мы должны, конечно, понимать, где есть проблемы, где нет проблемы. Хорошо, исследование дает нам такой результат или иной результат. Результаты опубликованы, и мы начинаем для себя их анализировать. Но на самом деле, с этой точки зрения, то, о чем мы с вами говорим, как-то сейчас уже связано с определенным общим движением, такой синергией, так сказать. Вы должны так, то есть речь идет не о ваших предпочтениях в хирургии, речь идет не о том обучении, которое надо проходить и затрачивать, какие средства на это обучение. Но это просто плохо для пациентов, и если это плохо для пациентов, надо прекратить так делать. Здравствуйте, меня зовут Артем. Здравствуйте, меня зовут Артем. У меня есть вопрос к Педру. Вы говорили, что вы можете получать данные об использовании маточных манипуляторов, о кальпотомии. Вы планируете получать эти данные для того, чтобы опубликовать их и анализировать? Спасибо за этот вопрос. Когда мы разрабатываем публикации, наш приоритет состоит в том, чтобы наиболее полно отразить именно онкологические исходы. Второй наш приоритет – это сопоставить разного рода осложнения после этих или иных медицинских вмешательств. И третье – сопоставление качества жизни в группах исследования. И таким образом, у нашей команды есть совершенно определенные принципы, определенные приоритеты, которые мы исследуем при формировании материалов для публикации. Поэтому, разумеется, если вас интересуют какие-то данные, вы можете мне написать, и вы можете, например, сформулировать какую-то заявку или предложение о проведении исследования данных в том или ином ключе и представить его для обсуждения. Спасибо. Большое спасибо за великолепную презентацию. У меня есть вопрос к Рисхарту. Какова продолжительность, какова длительность операции? Среднее время операции – от двух с половиной часов до четырех. Однако здесь, разумеется, в разных ситуациях разные бывают временные показатели. Зачастую временный фактор имеет большое значение. Иногда операция может занять даже до 30-40 минут. И тут все очень гибко, очень подвижно, и зачастую в процессе вмешательства возникают такие обстоятельства, на которые мы мало можем повлиять. И я полностью согласен с тем, что доказательность первого уровня – это доказательность первого уровня, данные первого уровня – это данные первого уровня. Это необходимо учитывать, необходимо это уважать. Мы верим в технику лапароскопии. Эта техника очень хорошая, надежная. У нас имеются данные у 400 пациентов, за которыми мы наблюдаем в течение уже длительного времени, десятилетиями. И, разумеется, если пациент при консультировании с пациентом, пациент настаивает на минимальной инвазивной хирургии, это мнение необходимо учитывать. В конечном итоге решение должен принимать сам пациент. Крис Харт, мне хотелось бы поблагодарить вас за этот комментарий. Однако я полагаю, что есть некоторая опасность в том, чтобы говорить, что пациент является истиной в последней инстанции, что он решает именно о том, как будет проходить вмешательство. Необходимо очень четко понимать себя, уяснять себя различия между методикой и результатами клинических исследований. У ваших студентов, вашим студентам проводилось обследование лимфатических узлов с криосекцией. И когда мы говорим, давайте пускай у нас пациент все решения принимает, разумеется, мы всегда найдем какие-то исследования, которые позволят нам укрепиться в этой точке зрения. Однако тут необходимо учитывать очень существенную деталь. Почему? Когда мы анализируем ретроспективные данные, мы не находим никаких различий по эффективности, по выживаемости между лапароскопией и лапаротомией. Дело в том, что исследования все проводятся по-разному. И в нашем случае, в ретроспективных исследованиях, если вы проанализируете свои данные по своему, своей организации, вы зачастую не находите никаких различий. Потому что эти случаи происходят последовательно. С 90-го года по 2005 год все производили операции исключительно открытым доступом. После этого начало предоставляться обучение по минимально инфазивной хирургии, минимально инфазивным техникам. И во всех исследованиях начинает звучать слово лапароскопия. И, разумеется, пациенты в этих случаях необходимо очень четко распределять по группам в зависимости от размера опухоли, в зависимости от многих других параметров. И вот когда эти факторы принимаются во внимание, мы можем иногда заметить, что минимальная инфазивная хирургия сопряжена с более высоким уровнем риска для пациентов. Если в группе требуется адювантное лечение и требуется лучевая поддержка, мы знаем, что лечение, которое мы наказываем, которое мы проводим в этой группе, возможно, не является столь эффективным. И, кроме того, если пациентов, относящихся к данной группе, мы ведем в течение двух-трех лет после вмешательства, это срок, которого еще недостаточно для формирования нового опухолевого процесса. И, возможно, с этим и связано то обстоятельство, что зачастую в хирургии открытым доступом и лапароскопическим доступом приводят к сходным сопоставимым результатам. И как-то вы говорите, вот мы прочитали ретроспективные исследования, такое-то, такое-то, и различий там не было никаких выявлено, не было установлено. Вам необходимо учитывать детали, вам необходимо учитывать подробности, специфику каждой ситуации. И еще один вопрос. Вы продемонстрировали великолепные данные. Были ли у вас возможности сопоставлять вашу группу пациентов с пациентами, которым выполнялась операция лабораторным доступом? В самом начале, когда мы начали изучение этой процедуры, мы не проводили открытую хирургию, очень малая популяция пациентов, которым выполнялась операция таким методом. И, конечно, все пациенты, которые поступают к нам на лечение с 2004 года, операция выполняется минимально инвазивным методом. И еще один комментарий. Вам необходимо оценивать надежность данных, которые мы анализируем, их ценность. Когда мы смотрим на рандомизированные исследования, перед нами команды исследований, которые постоянно анализируют данные, существует некий регуляторный процесс по анализу этих данных, и происходит проверка документов-источников. И если доктор Аман заявляет, что у пациентов опухоль такой-то стадии, такого-то размера, есть отчет патоморфологов, что мы имеем в данном случае дело с плоскоклеточной карциномой, зачастую в больницах существует база данных, которую ведет статистик. Но сколько раз мы возвращаемся к базам данных и проверяем точность, с которой эти данные закладываются в базу данных, водятся в базу данных. И это также дает вам некоторое представление о качестве данных. И когда мы говорим о том, что, дескать, ретроспективные данные по качеству сопоставимы с проспективными, обязательно учитывайте этот момент. И последний вопрос. Каков уровень комплиентности у пациентов? Был ли он сопоставим на протяжении периода рандомизации? Допустим, пациентка берет конверт и говорит, ну вот меня рандомизировали, меня определили в группу пациентов, которым будет выполняться лапротомия, а я-то хочу лапроскопию. И мы знаем, что зачастую пациенты непосредственно контактируют с доктором, они могут оспаривать решение, которое принимается в отношении введения их случая. В 6% случаев операция не выполнялась, в лапротомной группе и в лапроскопической в 4% случаев от операции пришлось отказаться, потому что пациенты передумали. Продолжение следует...